здравствуйте в одном из своих предыдущих видео я рассказывала о своих первых работах бисерных и показывала в числе работ вот такое вот колье и просила в комментариях написать если интересно то я сделаю мастер-класс много очень подписчицы попросила сделать мастер-класс я обещала и вот я выполняю колье этого у меня в наличии нет чтобы вам его так показать пощупать но я его со временем подарила маме и она его общем-то с удовольствием носит и выглядит вот она смотрите на шее очень красиво вот но я вам расскажу и покажу как это делается смотрите дело в том что я когда начинала заниматься бисером у меня очень долго не получался квадратный жгут и я посмотрела много мастер-классов и пробовала и пыталась ну где-то сбивалась и вся моя работа шла на смарку и вот мне попалось такое плетение жгут получается квадратным таким каким должен быть при квадратном плетении вот а плетется он как бы очень быстро очень просто в общем я как новичок вот сразу его освоила и сделала очень красивое украшение вот я небольшой кусочек сплела я вам покажу на этом примере как соединять с бусинками это дело а сам принцип плетения жгута я вам сейчас покажу вот на таком вот бисере номер восемь чтобы вам было лучше видно плела я этот жгут я сейчас не могу сказать какой номер бисера был бисер был десятого размера а номер его ну я уже подбирала и каждый подберет на свой вкус вот эти вот бусинки вот они у меня я использовала именно вот эти бусинки это бусинки 8 миллиметров вот ну это я покажу дальше как мы соединяли плела я первый раз на леске я тогда будем говорить не догадывалась что можно плести на чем-то другом кроме как леска вот но я сейчас уже про прошествии некоторого времени я вам советую делать этот жгут если вы будете делать на нитке дело в том что как любой квадратный жгут очень много съедается лески нитки то есть вам придется постоянно добавлять то есть вот смотрите на вот этот маленький кусочек я использовала два ну таких вот длинных больших кускам нитки то есть я здесь добавляла один раз и второй раз вот а нитку добавлять как известно конечно легче и добавлять ее легче если вы будете нитку плести вдвое вот так вот у вас на конце будет вот такая петелька то есть вы два кусочка нитки вот здесь начальных вот этих вот просто всовываете ушка в принципе это возможно не так это сложно как оказалось вот ну итак давайте начнем смотрите для начала мы набираем как и при любом квадратном жгуте вот 4 бисеринки мы сюда опускаем вниз и можем хоть вот так вот сделать видите я захожу иголкой в эту петельку хорошенечко подтягиваю вот ну можно так а можно еще вот здесь обязательно даже наверно завязать потому что получается так что когда ты тянешь за эту нитку начинает двигаться все плетение вслед за ниткой вот но и давайте зайдем допустим сейчас пройдем по кружочку вот так вот вот и смотрите что мы делаем первый наш набор три бисерины раз два три вот мы набрали и смотрите нитка у нас выходит вот из вот этой бисеринки мы обмина я вот эту бисеринку заходим вот так вот три бисеринки набрали и зашли получается через одну подтянули вот наши видите три бисеринки они как бы обнимают вот эту вот средненькую вот набираем опять три бисеринки раз два и три набираем еще три бисеринки и заходим точно так же через одну и в ближайшую бисеринку которую мы только что набрали из трех вот так и хорошенечко это все подтягиваем теперь смотрите что мы делаем вот у нас получилось смотрите вот наш был крестик вот мы вокруг него сплели наши три и наши три и теперь смотрите мы берем вот наша бисеринка видите выходит мы набираем ниточка выходит вот из этой бисеринки мы набираем одну бисеринку и заходим смотрите нитка идет вот от меня а мы вот так поворачиваем ее и заходим вот в центральную бисеринку от только что набранных можем сейчас сразу не затягивать теперь смотрите мы берем еще одну бисеринку и заходим вот мы набирали наши три бисерин очки видите отсюда вот нитка выходит а а вот эта бисеринка она центральная из этих трех и заходим уже по ходу плетения вот сюда и это все хорошенечко подтягиваем и вот наше первое звено уже получается сплетено и смотрите у нас получается сейчас я хорошенечко подтяну вот смотрите наши четыре бисеринки но давайте их пройдем сразу по кругу чтобы обозначить хотя я в том жгуте который я плела я этого не делала я сразу продолжала плести и не затягивала вот это все вот вот наши четыре бисеринки давайте опять начнем вот наша ниточка выходит мы набираем тут просто очень неудобно держать потому что ну маленький набираем 3 и через одну заходим вот сюда набираем еще три раз два три и заходим смотрите через одну и в первую в первую из тех что мы только но не в первую в ближайшую из тех которых мы только что набрали вот так и смотрите мы набираем одну бисеринку вот у нас видите получилось три а это три от вот она так и видно такой цветочек мы набираем одну бисеринку и смотрите игол нитка пошла сюда а мы в обратном направлении вот так проходим сюда проходим и вот сюда проходим тут уже дальше идем по ходу вот так и подтягиваем у нас получился следующий крестик может начало не очень аккуратно потому что я бы не очень удобно мне держаться и в значит вот смотрите опять набираем 3 нитка выходит куда нитка выходит вот сюда значит мы сюда через одну 3 еще через одну раз два три через одну сюда и в ближайшую к нам бисеринку подтягиваем опять смотрите набираем одну и нитка идет сюда а мы получается она против движения заходим сюда и вот сюда ту которая была центральная из этих трех бисерин чек и вот смотрите мы его пошли с вами сейчас немножко тут у меня разболтана но сейчас мы чуть-чуть проплетем и вы увидите что получается абсолютно нормальный квадратный жгут значит нитка выходит сюда то есть тут у нас как нитка выходит сюда мы через одну набираем 3 опять набираем 3 раз два три и через одну заходим сюда и в ближайшую из только что набранных хорошенечко так это сейчас подтягиваем теперь набираем одну и против движения заходим в центральную и еще раз вот сюда вот в эту центральную вот так и хорошенечко это все подтягиваем и таким образом мы проблем продолжаем плести на жгут сейчас еще я пару раз делаю вам раз два три набираем значит через одну проходим сюда по ходу плетения мы идем это я приготовила нитку чтобы показать как пришивать бусинки так сейчас так 3 набираем еще три раз два три сюда и в ближайшую одна бисеринка и против движения заходим центральную еще одна бисеринка и заходим вот сюда вот у нас с вами получается смотрите ну тут начало мы не будем брать тут я немножко как бы схалтурила но дальше идет обычный квадратный наш жгут давайте я еще раз покажу для закрепления результата и приступим с вами к пришиванию пусинок 1 2 3 значит мы нитка выходит сюда тут на смотрите первые три бусинки ну и до пришиваем мы по ходу то есть сюда вот нитка идет сюда значит мы сюда по ходу идем 3 набираем следующий раз два три и опять по ходу идем сюда и в ближайшую из только что набранных их подтягиваем подтянули теперь набираем одну бисеринку и возвращаемся в обратную сторону заходим в центральную и набираем еще одну бисеринку и заходим центральную из этих трех бисеринок только что набранных вот она она рядом стоит с тем местом где вы выходит наша нитка перед предыдущая вот и таким образом продолжаем плести вот смотрите получается может быть я говорю конечно я нитку взяла не в тон и не сильно затянула но вот получается вот такой очень мягкий смотрите очень мягкий очень подвижный и при хорошем вот вы будете хорошенечко все подтягивать будет у вас очень красивый жгутик ну а теперь давайте я вам покажу как я делала значит я пришивала вот эти бусинки на конце вот здесь у меня такие вот есть наконечники но это конечно не наконечники я брала а обниматели для бусинок я вот их так сделано потом я допустим ну давайте сейчас я прыщу тут бусинку я одевала несколько добавляла длину а я хотела вам рассказать вот чтобы вам сплести нужного размера жгутик вам нужно наверное просто сплести небольшой кусочек но хотя бы сантиметров там на 10 на вот смотрите у меня вот этот кусочек на 17 сантиметров вот ну вот мы давайте составим с вами пропорцию значит смотрите 17 сантиметров у нас и посмотрим сколько у нас получилось в итоге после того будет как пришивать но и допустим нам нужно конечный результат будет 40 сантиметров да вот и тогда мы вот уже как раз и узнаем сколько нам нужно будет проплести но давайте сейчас мы прищем и еще раз посмотрим значит смотрите как я делала здесь я одевала наконечник здесь уже я доставляла несколько бусин но в принципе это не обязательно можно начинать сразу делать с наконечника и значит так я немножечко проходила вперед вот так но я же говорю что в этом деле у меня не было опыта но получилось первое изделие мое довольно неплохим вот и смотрите тут получилось так на главное нам идти все время по одной и той же стороне то есть я вот здесь вот я вышла и все время я имею ввиду то что нам нужно идти все время по одной и той же грани здесь вы можете взять леску причем леску можете взять не самую тонкую такую чтобы вот я взяла мононит сейчас вот и значит мы смотрим прошиваем куда мы идем вот мы идем сюда тут в принципе никаких сложностей нет у меня был браслет и я как бы сочла что в принципе ну все это знают и не стала делать мастер-класс именно по пришиванию бусинок и получила много нареканий что надо показывать все от начала до конца поэтому я исправляюсь кого интересует браслет у меня там есть из такому примерно виде вот я делала это вот так то есть я промеряю примерно где мне надо тут уже вот и главное что мы должны все время эти если мы идем по вот этим двум граням мы по ним и должны не перекручивать жгут наш так вот так одеваем следующую бусиночку мы потом это просто все подтягиваем получается вот видите так смотрим то есть мы промеряем это каждый раз где мы будем пришивать нашу бусинку тут такой уже точности прямо не получается вот ну как как получается так получается смотрите как она получается изящно и красиво вот ну что и наверное останется у нас последнее мы с вами сейчас померяем сколько сантиметров осталось от нашего жгута чтобы знать сколько же нам надо будет сплести так промеряем где вот здесь вот но после того как мы я допустим завяжу сейчас узелочек чтобы уже не не расплелось у меня но а вы уже будете когда до конца это все пройдете мы сейчас померяем вот ну вот и смотрите что у нас получилось по длине берем нашу линеечку и смотрим из наших семнадцати сантиметров осталось ну будем говорить так 10 грубо говоря 10 грубо говоря 10 то есть из семнадцати получается 10 а здесь получается наш икс как мы в школе составляли проекцию то есть нужно семнадцать умножить на сорок и поделить на десять но тут вы уже возьмете калькуляторы я вас не призываю считать это все в столбик вот и будете знать сколько же вам надо сантиметров проплести но я уже не буду 17 на 4 это будет 40 и 28 68 сантиметров чтобы получить 40 ну а кому надо не 40 вы сначала померяйте свою шею вот ну вот на этом и все в принципе как плетется жгут я вам показала как делается пришиваются бусинки я вам показала в принципе на шее смотрится действительно очень красиво вот ну и на этом все всего вам доброго до свидания плетите с удовольствием и пусть у вас все всегда получается